Сара Бернар, 1844-1923 годы жизни, была одной из тех актрис, которые всю свою жизнь кладут на алтарь подмостков. Судьба позволила ей испытать те страсти, которые впоследствии она воплощала на сцене. Если бы звезда французской сцены выросла в благополучной семье, мир вряд ли узнал бы ее в великих ролях. Об этой удивительной актрисе статья Анны Серовой в журнале «Загадки истории» за 2014 год. Матерью Сары Бернар была голландская еврейка Юдив Харт. Юдив считалась модисткой, но все понимали, что благородная профессия лишь прикрытие для истинного занятия. Женщина вела жизнь куртизанке, красивой и образованной содержанке богатых мужчин. Сегодня вряд ли можно говорить о таком классе женщин, как утонченные содержанки, а в 19 веке они стали притчевые языцы французского общества. О них судачили, им завидовали, про них писали книги. Конечно, не следует ассоциировать их с проститутками. Все сложнее. Дамы полусвета были изысканы, образованы, одеты с тончайшим вкусом. Мать Сары скрывала имя ее отца. Она родила дочь то ли от адвоката по фамилии Бернар, то ли от некого морского офицера. Собственно, это не имело значения. Никакой мужчина не принимал участие в воспитании девочки. Да и мать без особого рвения выполняла свои обязанности. Ребенок мешал Юдифе спокойно и безбедно существовать за счет любовников. Поэтому она отправила дочь в Англию. И начались странные события, которые как бусинки нанизывались на нитку жизни девочки. Как-то раз няня, у которой Сара жила в Англии, оставила девочку ненадолго одну. Так каким-то образом упала в камин и платье на ней загорелось. Огонь, счастью, быстро потушили, а в арсенале будущей актрисы появилось новое ощущение. Каково это быть горящим факелом? Следующая няня жила в уединенном доме. Мрачное, унылое место нагоняло на девочку поэтическую тоску. Как потом она умела вгонять в то же состояние зрительный зал. Однажды Сару приехала навестить ее тетка, сестра-матери, также куртизанка. Ребенок от избытка чувств упал с рук няни и сломал руку и ногу. Следующим местом назначения для Бернард стал монастырь Граншамп. Сердобольный монахинь поначалу умиляла тощая девочка с шапкой мелковьющихся волос и густыми глазами. Им казалось, из нее удастся сделать набожную христову невесту. Но это был лишь очередной образ маленькой лицедейки. Сегодня она была чуть ли не умирающей от чахотки трави аты. А завтра сорви головой, желающей любым способом привлечь к себе внимание. Да, всеобщее внимание стало главной целью будущей звезды. Сару выгнали из монастырской школы после того, как она забралась на высокую спортивную площадку и толкнула вниз лестницу. Девочку долго не знали, как снять сверхкатуры. Ее прозвали шваброй за худобу и жесткие мелковьющиеся волосы. Монахини ее отвергли, а подруги вскоре устали от резких перепадов настроения Сары. От меланхолии и разговоров о скорой смерти до приступов неудержимого гнева без видимых причин. Что делать с такой девочкой? Юдив сломала голову. Дочь же не желала расставаться с матерью. Как-то играя в школьном спектакле, она увидела родительницу, входящую в зал. Сара тут же упала в обморок от избытка нахлынувших чувств. До сих пор неизвестно, был это очередной актерский трюк или Бернар так страстно любила мать. Юдив было решила отдать девочку замуж, но дочка так жалобно рыдала, так иступленно требовала позволить ей уйти в монастырь. Лицедейка даже упросила мать купить ей настоящий гроб. В нем она фотографировалась в роли безвременно ушедшей от туберкулеза. Но тут Старе повезло. Очередной любовник матери, герцог Морни, оказался умным человеком, который правильно оценил эскапады девочки. По ее совету юную скандалистку отдали в драматический класс высшей национальной консерватории. В 1862 году Сара стала его выпускницей. Впрочем, ее дебют в комедии «Францесс» закончился полным провалом. Но теперь девушка почувствовала себе силу, ее решимость стать актрисой сломить стало невозможно. Ее девизом стали слова «Во что бы то ни стало». Следующие четыре года своей жизни Сара посвятила материнской профессии. Делая ее как куртизанки, шли как нельзя лучше. В 1864 году Бернар родила сына от принца из нидерландского рода Делинь. Мальчика актриса очень любила и баловала до конца своих дней. А вот с его отцом пришлось расстаться, потому что тот предложил выбор или театр, или семейная жизнь. И беременная актриса сделала выбор в пользу искусства. В этом была она вся. Любить мужчину можно страстно, но до самозабвения довести ее могло только искусство, рабой которого Бернар себя чувствовала всегда. Прошло еще два года. Сара томилась в бездействии. Красивая жизнь куртизанки, наряды, мужчины, выходы в свет. Все это казалось самым скучным времяпрепровождением на свете. Она решила вернуться на подмостки во что бы то ни стало. Ее взяли в театр Одион. Помогла протекция Дюма отца, который знал ее еще студенткой консерватории. Там Сару наконец заметили в роли Карделии в Каролине Лире. Вскоре в Бернар нашелся еще один помощник и покровитель, великий писатель Виктор Гюго. Он пал к ее ногам после того, как актриса блестяще исполнила роль королевы в его Руи Блазе. «Эмоциональный классик», — позже говорил актрисе. «Мадам, вы были очаровательны в своем величии. Вы взволновали меня строго старого бойца. Я заплакал. Дарю вам слезу, которую вы исторгли из моей груди, и преклоняюсь перед вами». Слеза, понятное дело, была алмазная. Бернар обожала драгоценности и таскала за собой на все гастроли заветный сундучок, набитый алмазами, сапфирами, жемчугами. Теперь она играла в театрах Адеон, Жемнис, Порт-Сен-Мартен. Кстати, Гюго еще при жизни упрекали в излишней экзальтации, вычурной трагичности и чрезмерной наворачивании ужасов в его произведении. То, что поклонник большинства страстей оказался в восторге от игры Сары, вряд ли свидетельствует о том, что ее манера отличалась сдержанностью. Все говорили, Бернар исполняла роли экзальтированно и аффектированно. Актриса трижды посещала Россию, первый раз в 1881 году, последний в 1908. Во время этих визиток в спектакле с ее участием посещали и Чехов, и Тургенев, и переводчица Щепкина Куперник. Все отмечали в звезде подмозгов одно достоинство – необычайно приятный голос. Сара отличный им владела, мгновенно переходя от неутешных рыданий к страстному ручанию. Однако игру Бернар русские критики сочли слишком вычурной и механической. Тургенев, сердце которого безвозвратно принадлежало другой звезде французской сцене Полине Виардо, также обозвал Бернар одним из писем бездарностью. Тем не менее, молодежь осаждала театры, где шли постановки с участием Великой Сары. Так ее звали уже при жизни. Многие считали, что своей игрой актриса прославляет дух свободы. В комеде «Францис» Бернар вернулась королевой со всеми положенными почестями. Там она сыграла и даму с камелиями, и даже Гамлета. Вообще, актриса не раз исполняла мужские роли как в театре, так и в немом кино. Но, как протекала личная жизнь актрисы, очень бурно. Ее Сара, как никто другой, в те времена умела подчинять доброму делу собственной популяризации. Чаще всего ее романы на сцене совпадали с романами в жизни. Для зрителей ничего лучше придумать, кажется, невозможно. Она много играла и крутила долгий роман с также вошедшим в историю театра артистом Жаном Сюли Муне. Пресса, ничего не скрывая, миновала их не иначе, как парой. Но личный союз распался одновременно с творческим содружеством. В какой-то момент Сара Бернар начала мечтать о замужестве, и кандидат быстро нашелся. В 1882 году им стал греческий дипломат Аристидис Жак Дамала, который был младше Сары на 11 лет. Вскоре стало ясно, молодой морфинист счастливо жил за счет великой актрисы, с удовольствием унижая ее при каждом удобном случае. Спустя год они разошлись, хотя и не стали расторгать брак. В 1889 году Грек умер от наркомании. В 1915 году актрисе ампутировали ногу, но это не отлучило ее от сцены. Она продолжала играть. И толпа по-прежнему валила на ее выступления. Современники называли ее глотающей жизнь. Так и было на самом деле. Сара Бернар перестала выходить на сцену в 1922 году, меньше чем за год до смерти. Ее гроб, согласно завещанию великой лицедейки, несли шестеро самых красивых молодых актеров. Вот такая вот удивительная актриса Сара Бернар. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Не забудьте подписаться на канал.